Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Итак, DaVinci Resolve. Третье видео, а значит середина пути. Два позади, два впереди. Ссылка на плейлист в описании. Сегодня о работе с эффектами и чуть подробнее о работе с титрами. Первый самый простой, наверное самый часто применяемый эффект, это поступательное изменение прозрачности. Если кадр лежит внизу, то постепенное проявление из темноты. Вы просто берете вот этот кружок в начале или конце кадра и зажимая левой кнопкой мыши, тянете настолько, насколько длинным должен быть эффект. То же и с аудиодорожкой. В таком случае будет постепенное нарастание звука из тишины. У меня этот эффект почему-то не срабатывает при записи скринкаста, какой-то глюк, но работает он в принципе вот так. Тут проявляется из черного, а тут происходит наложение кадров. Но в принципе все эффекты, которые можно применить к клипу находятся здесь, в инспекторе. Вот это стандартные, самые частые. Опэсити, прозрачность. Вот так можно сделать кадр полупрозрачным. Зум, увеличение и уменьшение кадра. Так изменяется размер пропорционально, а нажав на эту кнопку можно менять размер только по X или только по Y. Это положение кадра, это по оси Y, это по X. Вообще все настройки регулируются так. Вы просто нажимаете левую кнопку мыши на числовом значении и ведете ее вправо или влево. И значение меняется. Если вы знаете точное числовое значение, можно вводить его вручную, но этим редко пользуются. Вот это Rotation, поворот. По умолчанию кадр крутится из центра, но можно изменить положение точки, вокруг которой будет крутиться кадр. А так можно отменить действие, вернуться к первоначальным настройкам. Это Кроп, обрезание кадра по какой-то одной стороне. Ну и так далее. Какие-то эффекты в бесплатной версии не работают, будьте к этому готовы. Например, вот этот, искажение линзы, но он достаточно редко применяется. Вот так можно отключить эффект. Кроме основных, тут еще есть дополнительные эффекты. Вот это переходы, аудио и видео. А вот тут эффекты. Их не очень много, но все основные запросы они покрывают. Вы просто выбираете нужный эффект и кидаете его на дорожку. В инспекторе появляется закладка OpenFX. И перейдя в нее, вы также можете работать с настройками эффекта. Blend это сила применения эффекта. Ну и также его можно отключить. Это в общем-то все, что нужно знать об эффектах. Дальше их нужно просто изучить и применять в зависимости от решаемой задачи. Но об одном еще, конечно, нужно сказать отдельно. Собственно то, что отличает профессиональный видеоредактор от непрофессионального. Ключевые точки. То есть изменение эффекта во времени. Предположим, вам нужно переместить кадр из этой точки в эту. Если вам нужно сделать это резко, то есть встык, достаточно просто разрезать кадр и у отрезанной части выставить новые координаты. Результат будет таким. Кадр перепрыгнет. А вот если вам нужно движение кадра, то есть постепенное его перемещение, вам нужно поставить две ключевые точки. Одну с этими координатами. Просто нажимаете на значок ключевой точки. Она стала оранжевой, значит точка стоит. Перемещаете курсор на нужное время и ставите вторую точку с другими координатами. И тогда произойдет вот что. Кадр постепенно переедет из одной точки в другую. Вот здесь вы можете видеть точки, а их может быть много. И управлять ими. Сдвинули поближе, кадр перепрыгнет быстро. Между точками прошло мало времени. Разнесли подальше, кадр будет ехать медленно. Еще раз, управление точками вот здесь. Значок точки на треке. Но кроме самих точек есть еще кривые. Вот под этой иконкой с обозначением кривых. По умолчанию они отключены, надо включить. К сожалению, тут есть не все настройки клипов кривых, только несколько. Давайте, например, изменим прозрачность, поставим две ключевые точки и мы видим, что появилась кривая, которая показывает плавное нарастание эффекта. Можно изменить движение кривой с линейного на кривую без Е и регулировать плавность применения эффекта. О кривых без Е я рассказывал в этом скринкасте. Вот так эффект прозрачности применится почти в самом начале и потом будет совсем чуть-чуть нарастать. А так наоборот, эффект будет очень медленно применяться в начале, а в конце резко вырастет. То же самое можно проделывать и с аудиотреком. Если вы начнете монтировать и столкнетесь со специфической задачей, вы поймете, что это очень удобно. Еще пару слов о титрах. Пару, потому что с ними все просто. Вот тут их несколько разных, но по большому счету достаточно использовать просто текст. Забираете и кладете на верхнюю дорожку. Вводите в этом окошке текст и тут стандартные настройки. Гарнитура, размер и так далее. Можно, например, установить бэкграунд для текста. Тоже со всяческими настройками. И можно также анимировать текст, используя ключевые точки. Опять же, широкое поле для творчества. Все зависит от задачи. Вот так, например, можно подчеркнуть текст. По-моему, красиво. И последнее копирование эффектов. Вот мы создали какой-то эффект с ключевыми точками и хотим применить его к другому треку. Если просто скопировать трек и вставить его, Ctrl-C, Ctrl-V, он вставит этот же клип с этими эффектами. А если вам нужно применить эффект к другому треку, то вы нажимаете Ctrl-C на треке, из которого забираете эффекты. А трек, к которому их нужно применить, выделяете и нажимаете Alt-V. Не Ctrl-V, а Alt-V. Выбираете, какие эффекты нужно копировать и нажимаете ОК. Эффекты скопированы вместе с ключевыми точками. Эффектов в DaVinci не так много, но, на мой взгляд, с ними удобнее работать, чем в Adobe Premiere. А значит есть надежда, что их будет становиться больше. Если вы хотите профессиональной программы по работе со спецэффектами, посмотрите в сторону Fusion. И еще одной бесплатной программы от Blackmagic. Все любите друг друга, добавляйте в вашу видео жизнь спецэффектных красок. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры подогнал «Симон»!